Ну что ж, народ, всем привет, с вами Аксида, сегодня мы продолжаем делать летсплей по глобальной модификации к игре Амнезия, называется Амнезия Силент Хилл. Ой, чувак, пожалуйста, не шевели только руками. Ой, бедолага. Это те самые врачи, которые были в Пенумбре во второй. Так, давайте мы откроем шкафчик, посмотрим, может быть тут у нас что есть. Пользительное для нас. К сожалению, ничего, кроме трупов. А здесь? Ну здесь я, честно говоря... Оу, щет. Тоже мало чего вижу. Хотя нет, что-то есть все-таки, какая-то наркота, которая нам поможет выжить. Ооо. Да, вот такими вот элементами нас и пугают, ребят. Угу, смотри, тут еще что-то есть. О, масло у нас почти закончилось. Давайте заправим хотя бы две штучки. Так, че у нас? Стив Докс. Секьюрити карты. Че? Эр... Какой-то... Чембер... Не знаю. Фамилия какая-то написана там на карточке. Я просто не понимаю, что за фамилия. Так. Я так понимаю, мы... Да, мы пришли отсюда. Там все мясом поросло. Здесь у нас что? Ну, а здесь кто-то сильно испугался. Кто-то очень сильно испугался. Ой! А ведь говорили, не будет летающих голых мужиков. Они есть. Ну, почему? Народ. Без паники. Здесь у нас тоже кровь будет капать? Нет, как у нас в квартире. Чего? Че ты там записал? Ага, мне нужны три карточки, чтобы активировать... Ты про это, что ли? А, ну да, наверное. Инфорсер. Нам нужно... Еще одну карточку где-то добыть. Я без понятия, на самом деле, где. Но где-то надо. А вот этих ящичков я не помню. Это, наверное, новая какая-то моделька. После смерти Стива в госпитале начала расти тьма. Но не в том смысле, а фигуративно выражаясь. Фигурально выражаясь. Как будто штурмовое облако пришло. Так, ладно, пусть она прочитает, я потом сама прочитаю. А почему я слышу тебя как будто из унитаза, а? Это просто запись, что ли? Это просто запись, что ли? Окей, ладно, давайте сейчас посмотрим еще здесь. Может быть, еще какие-то записки найдем. Я просто не знаю. Но это что-то интересное. Тут нам рассказывают про какого-то пациента. Который то ли умер, то ли что. Там еще какая-то записка лежит. Значит, ну это я уже перевела. Значит, что какая-то тут тьма начинает появляться. Ничего не было, ну, стало по-другому. Даже доктора начали вести себя по-другому. И люди начали вроде бы как заболевать. Однажды моя коллега, который является также моим лучшим долгом, Коннор, тоже умер. Я знала, скорее всего, это женщина, суть по голосу. Я знала, что что-то не так. И решила провести расследование, которое поможет, возможно, что-то раскрыть. Я имею в виду предыдущие... Просто вчера... Что такое свон дайв, ребят? Ну, свон это лебедь. Дайв — это нырять. Свон дайв — дырящий лебедь. Наверное, это просто какое-то выражение, которое, я не знаю, как просто переводится. Еще, наверное, что-то подхватило этот доктор Сильверфин. Но он был абсолютно здоров. На следующий день, то есть сегодня, он сказал, что у него были галлюцинации по поводу того, что кто-то за ним следует. Эта записка, кажется, сожженная. И все остальное я не могу прочитать, потому что ничего не видно. Ну ок, ладно. Все ясно. В общем, народ тут начал потихонечку сходить с ума. Я так понимаю. Пациент Сильвер... Стивен Сильверфин, больной. Доктор Диана Гилберт. Я был Стиф, уржен. Он был готов для биопсии в несколько дней. Он умерел много раз, но его мозг умерла. Среди умерел, вызвавший болезнь. Стоит из-за того, что не только один из нас не знал, как был в этот момент. Он был единственным способом, чтобы понять, что случилось. Однако, два дня до того, чтобы его биопсия происходить, он начал развивать болезни в его теле. Ясно. Сейчас я прочитаю вам, ребят. Так, сейчас, нет. Вот она. Или нет? Блин, да я уже совсем. Значит, пациент, я вот и уже прочитала. Значит, я была хирургом Стивена. Ему сделали биопсию несколько дней назад. Он жаловался много раз на то, что у него болит мозг, голова. Головные боли очень острые и приносят ему невыносимую боль. Его, как бы, случай не был единичным для нас. А, этот его случай был единичным, и никто из нас не знал, как бороться с этим. Единственным возможным способом было сделать ему биопсию. Тем не менее, до этого, до его биопсии, он начал обнаруживать раны на своем теле. Они не были вызваны какими-то хирургическими, медицинскими... Его раны, в общем, непонятного происхождения были. Это были просто царапины очень глубокие. Время смерти, 11.59, мая, 19 мая 1962 года. В общем, какая чертовщина тут творилась, ребят. И, честно говоря, я даже не хочу знать. Из-за чего и почему. А что тут делает этот люк? Наверное, нам сюда. Я слышала какой-то клик. Так. Товарищ люк. Давайте мы, может быть, откроемся. Блин, да ты троллишь. В этой игре меня троллят люки. В обдакшене меня троллили... Ползем, что ли. Троллили сундуки. Тут меня троллят люки. Кошмар какой-то. Куда мы попали? Какой-то проход очередной. Сейчас мы свалимся. Ничего себе. О, я не ожидала этого. Я вот ожидала. Как будто я попал. Мне нужно найти какие-то вещи. Чтобы выбраться отсюда, поскольку я тут застрял. Ну и че? Да без паники. Ты вообще не находишься не в реальном мире, насколько я понимаю. Так что уж над такими вещами паниковать здесь, мне кажется, это излишне. Окей. Ладно. Хорошо. Хотя ничего хорошего я в этом не вижу. Хотя под медицинским кабинетом имеет собственный алкогольный погребок. Это, по-моему, здорово. Я зажгу тебя? Круто. Это, конечно, меня не спасет. Особо. Так. Окей. Хорошо. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Горит. Тут какая-то лампа. Лес светится. Нам нужен, наверное, будет. Эта штука нам тоже нужна будет, я так понимаю. Больше тут ничего нету. Ну, ладно. А тут у нас что? Тут что-то светится, ребят. Блин, я не знаю, с чем это может быть связано. Тонны кирпичей. Ну, шутки про кирпичи уже устарели. Поэтому ничего говорить не буду. Что тут за помещение у нас? О, как резко. Че ж так громко-то? Крест, баклажка и лампа. Мне что, сюда надо их положить, что ли? Че я написал? Механизм выглядит так, как будто... Чего механизм воспроизводит синюю карточку? Это что за психодел? Предметы под механизм. Возможно, мне надо положить в определенные слоты определенные вещи. Ясно. Не, ребят, я впервые в жизни. Впервые в жизни. Офигеваю. Просто офигеваю. Впервые в жизни слышу, чтобы карточку производили из трех предметов. Креста, бокала и лампы Аладдина. Это же пипец. Ну, понеслите. Блин, я... Ну, это психодел. Это уже... Вот это реально уже психодел какой-то. Ну, мало ли. Ладно, всяко бывает. Отлично. А, то есть, чтобы получить мне эту карту, мне надо положить вот эти три предмета туда, блин. Ну, это звездец. А я думала, знаете как, там какой-нибудь... Какая-нибудь абракадабра, хоп-хоп, и из этих трех предметов создаться пластиковая карточка. И это звездец, народ. Ну, это кто такое вообще придумывал, а? Так. Сейчас, отсюда мы все взяли. Давайте крест понесем. Я стоподово уверена, что сейчас мы, когда положим, наверное, вот эти все три предмета, выпрыгнет какая-нибудь хрень. Или произойдет что-нибудь. Ну, по-любому тут спокойно не может что-то быть. Потому что еще на нас никто вроде не нападал, ничего не происходило такого. Пошлите брать еще одну, а че? Нам больше ничего не остается. Вообще, очень странные помещения. Ящик пенобровский. Ну, давай, прыгай. Так, по-моему, вот здесь вот что-то было у нас, да, ребят? Мыши тут убегают. Как они вообще тут оказались? Непонятно. Куча статуэток. Всяких разных. Ну, пошлите, ладно. Вперед и с песней. Ну и че? Отлично. Голубая карта. Ну ладно. Ну? На меня будет кто-нибудь нападать? Оу, фак. Оу, холи щит. Иди сюда, засранец. Отстань. Да я пройду. Бежим отсюда, ребят. Валим просто. Фак, куда мне? Чёрт. Давай, шустрее. Фу. Всё, теперь не войдёшь. Блин, как мне сюда-то забраться? Че? Че мы чё-нибудь придумаем? Главное, что мы заперлись. Главное, ребята, что мы тут с вами заперлись. Чёрт. Блин, всё мало. Мало. Плохая, конечно, конструкция, но... Да ладно. Конструктор, как я уже говорила неоднократно, из меня вообще хреновый. Вообще никакой. Ну и чё вообще? Что за хрень? Дайте мне отсюда выбраться, пожалуйста. Ох, ура! Да неужели? Ползи отсюда. Ну давай, поползли. Я не знаю, ты застрял, что ли? Блин, нам что ещё, и не в эту сторону было? Да, вы гоните. Пожалуйста, ползи. Я тебя очень прошу, давай. Что, нам не к белому свету? Нет, нам не в туннеле? А куда нам? Ах, чёрт! Я уже начинаю тихо ненавидеть эту игру. Ладно, ладно, я новую построю. Ох, блин, да что ж такое? Поднимись. Так. Ок. Блин! Фу! Ненавижу. Да, да, давай ещё ты упади, конечно. За нами тут бегает какая-то неведомая фиганя, а ты ещё тут... Ой. Давай. Нет! Да что ж такое, я ненавижу вас. Ну, давай. Хоп. У нас что, есть радио, что ли? Как в Сайлент-Хиле. Ну да, это же амнезия Сайлент-Хил. Всё, так-нибудь. Ну, давай, выпрямись в бочку. НЕТ! Ладно, ребят, сейчас я построю эту баррикаду, выберусь и тогда продолжу запись. Да, народ, я настолько задолбалась там строить эти баррикады, вот такие вот, что просто подошла к этому монстру, чтобы он меня убил. И всё. Вся проблема решена. Ну ладно, выползаем отсюда. Вот такое, честно говоря, раздражает. Ну, хорошо, попал в залитие. Давай, 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 чувак, давай, 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 пролезай, пролезай, я сказала. Ух, ес. А то, я думала, мы опять сейчас тут застрянем. Ну, хорошо. О, какие шкафчики. Какие шкафчики, ребят. Красивые. Так, ну, здесь мы, по-моему, с вами всё... О, собака. Собака. Здесь у нас что-нибудь есть? Какая-то мелкая штучка. Что это? Санятипоушен. Ну, пускай. Она нам, я думаю, пригодится. Ну, отлично. Давайте мы используем все карточки здесь. Отлично. И попадаем в какую-то очередную тёмную клоаку. Нет, это просто лифт. Ну да ладно. Куда-то мы спускаемся. Скорее всего. Не похоже на то, чтобы мы поднимались. Да и вообще, что это за место, непонятно. ВТФ. О, нет. 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 Товарищи, нет. О, ой, мясо. Ой, мясо вокруг. Кровать какая-то. Койка. Я даже сказала. Мы прилегли поспать? Или это какие-то воспоминания? Психодеричные. Доктор, скажите, это нормально? Позади тебя, чувак, кто-то. О, нет. Ну, это даже не страшно, а скорее непонятно. Ну хорошо, окей. Я так понимаю, нас убили, что ли? А это мы лежим? Нет, мы уходим. Нет, чувак не проснется. Печально. Значит, мы здесь одни. Уж лучше были одни. На самом деле. Так, погодите. Это же... Те комнаты. Мы же тут были уже? В первом сне. Да. Мы тут были, ребята. Мы тут были. Ничего нового тут не появилось. Ну хорошо. Ладно. Мясо. Просто мясо. О-о-о! Уйди отсюда, пожалуйста. Давай мы с тобой как-нибудь договоримся. Ты не трогаешь меня, а я тебя. Ты там, да? О, нет. Я его даже не вижу, ребят. Я вообще не знаю, куда я бегу. А! Черт! Нет! О! Ой, уйди! Фак! Это что, было специально? Начал звонить в телефон. Что я должен сделать? Позвонить или вернуться в этот дом и узнать, что же там происходит? Ну, чувак, я сохранилась, и это уже хорошо. Давай посмотрим, наверное, что нам скажут по телефону. Или это очередной кошмар? Просто губки. Просто губки. Нет? Все? Сейчас что-то произойдет. Явно. И что? Нет? Ну, странно, странно, ребят. Очень странно. Ну, ребят, я даже не знаю, что вам сказать по этому поводу. Давайте, поскольку мы, наверное, сохранились, на этом мы остановимся. Я просто не знаю, я не засекала время насчет того, сколько длится данный эпизод. Вот. Ну, надеюсь, что он вам понравился. Мод, в принципе, очень неплохой, атмосферный. И так, это... Все-таки... Чего? Так, нет, я прочитаю эту записку. Ноут из эмпти. Ничего на ней не написано. You are next. Ну, спасибо, конечно. Я уже в курсе. За мной уже бегали какие-то непонятные мужики с выпученными глазами и... В набедренных повязках. Ну ладно, народ. На этом действительно, пожалуй, остановимся. Я надеюсь, что вам эпизод понравился. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Аксида. Всем удачи и пока. Пока.